Здорово, народ! Вы на канале Миклуха МакФлай. И сегодня я покажу клад, который нашел. И мы поговорим о ценах на алкоголь в Советском Союзе. Подготовил калькулятор. Так, небольшая предыстория. Разбирался в вещах в доме бабушки. И в шкафу в книге о вкусной и здоровой пище. Вот такая сейчас я покажу. 62-го года издание. Разваливается совсем. Ну, сейчас сегодня не о ней разговор. Вот, 62-й. Все дела. У многих такая была. Ладно, я уберу, чтобы не мешало. Нашел я вот такой клад. Обычно в книгах что находят? Обычно в книгах находят деньги. Но мне кажется, что найти деньги в книге это прям совершенно бесполезная, бестолковая история. Ну, что с ними делать? Да, непонятно совершенно. А вот найти какое-нибудь подобное сокровище. Это коллекция этикеток от советского алкоголя. Это прикольно, потому что это прям реально крутой исторический источник. Можно и этикетку посмотреть. И самое главное, тут цена есть. Ну, и в общем, какие-то выводы можно сделать. Какой у нас план на сегодня? Все очень просто. Мы будем смотреть этикетки. Но не просто так смотреть. Не ради забавы. Я сегодня снимаю это видео. А ради какой-то исторической правды. На сайте Росбанка до сих пор каждый день публикуется курс советского рубля к международным валютам, в том числе и к доллару. То есть, чтобы вы сейчас понимали, сейчас советский рубль котируется как за 100 долларов США дают 54 советских рубля. Зачем это нужно, спросите вы. Ну, вероятнее всего, для того, чтобы производить какие-то международные расчеты по кредитам. В Советском Союзе было выдано много кредитов. Мы брали, давали мы. И, соответственно, как-то сейчас нужно это дело урегулировать. И, соответственно, нужен курс. Поэтому мы будем переводить цены на алкоголь, на этих этикетках, в современные деньги. Примерно, примерно один советский рубль стоит 125 нынешних рублей. Это примерно условно, ну, так. Давайте начнем. Классика. Русская водка была найдена мной и сохранена моим дедушкой. Сейчас, хоп, наведу. Вот. Цена без стоимости посуда 4 рубля 30 копеек. Итак, пробуем. 4,3 умножить на 125. Итак, русская водка сейчас стоит 537 рублей. Мне кажется, она примерно так и стоит сейчас. Вот, самое прикольное в этой этикетке. Тут, кстати, а, есть год. Это либо 89, либо 74. Скорее всего, 74. Я посмотрел, там в основном это все из 70-х история. Вот. Примерно так и стоит. Она сейчас, самое прикольное в этой этикетке, это вот это. Согласитесь, очень похоже на олимпийский огонь, который в 14-м году у нас был. Коньяк грузинский. Вот это, мне кажется, очень хороший коньяк. Судя по этикетке. Судя, главное, по стоимости. Цена коньяка 9 рублей, друзья. 9 рублей, представляете? Без стоимости посуды. То есть, соответственно, бутылка стоила, ну, примерно 20 копеек, 20-30 копеек. То есть, 9.30. Давайте, давайте посчитаем сейчас, сколько стоило. Итак, 9 умножить на 125 равно 1125. Сейчас стоит вот такой коньячок. Так, смотрим дальше. Кстати, друзья, пишите в комментариях, что из того, что сегодня я вам показываю, что вы лично пробовали, дегустировали. Вот, ну, интересно все-таки. Посольская водка. Насколько я понимаю, это вот прям очень хорошая водка. Гораздо лучше вот этой водки. Ну, во-первых, по цене она стоит 6,80. А, во-вторых, она оправдывала свое название. Посольская она использовалась как, собственно, такой национальный сувенир. Во-первых, была большая 0,76. 71-й год ГОСТа. Ну, давайте посчитаем. 6,80. Итак, 6,8 умножить на 125. Посольская водка стоила 850 рублей. 850 рублей на нынешний день. Ну, мы уже начали. То есть, мне кажется, уже можно калькулятор не применять. Уже и так понятно. Портвейн белый. Крымский. Когда он у нас сделан? Давайте смотреть. 70-й год. Год 70-го года 17%. 3 рубля 20 копеек. То есть, в два раза дешевле, чем посольская водка. 400 рублей на нынешние деньги. Московский межреспубликанский винзавод. Почему-то делает портвейн Массандра. Ну, тоже 70-й какой-то год. Либо 77-й, либо 71-й. Я не разбираюсь вот в этих наименованиях. Друзья, кто понимает, пишите в комментариях. Прям очень интересно. Кстати, на самом деле, очень крутой исторический источник. Вот такие этикетки, да? Тут как бы много сведений можно получить. И цена. И какие-то вот картинки. И знак качества. До этого мы еще пока не встречали знака качества на этикетках. Да, нигде нет. Здесь есть. То есть, Херес хороший. Причем, Херес Кримский. Кримский. Почему так? Непонятно. Тут еще прикольно. Он стоит 320. То есть, получается, ну, тоже где-то 400 рублей на наши деньги. Но есть наценка номер 8. Вот. Наценка. Что это значит, я тоже не знаю. То есть, на эти 320 еще была наценка. Или эти 320 уже с наценкой. Вот. Здесь из прикольного есть еще вот два штампика 76-й и 78-й год. 27-й января и 10-й июня. Я так понимаю, что это, наверное, дата упаковки. А это дата продажи. Не знаю. Честно, не знаю. Но прикольно. Кто пил такой Херес, откликнитесь. Так. Чтобы вы не подумали, что мой дед прям бухал-бухал. На самом деле, мне кажется, большинство из вот этого он даже не пробовал. Просто ему дарили, собирал. Так. Тонизирующий напиток Байкал. Цена 25 копеек. Без стоимости посуды. То есть, ну, дешевый. Дешевый напиточек. Тут что самое интересное. Липецкий Упор Пищепром. Да, тут что самое интересное в этом Байкале, это, к слову, о советских напитках. Да, сейчас газировка сколько хранится? Миллиард лет, мне кажется, сейчас может храниться. А до этого, смотрите, Байкал хранился 7 суток. То есть, газировка реально была скоропортящимся продуктом. У нас сейчас молоко хранится, мне кажется, дольше, чем вот газировка в Советском Союзе. Так, Байкал откладываем. Смотрим дальше. А дальше у нас Спартвей 0,75. Крепость 19 градусов. Я не могу это прочесть, простите. Азербайджанское вино. И стоило азербайджанское вино 2,85. Ну, то есть, где-то в пределах 300-400 рублей. Прикольно. Даты нет, больше, в принципе, пока никакой информации отсюда нельзя взять. Смотрим дальше. Смотрите, друзья. Вот это прикольно. Это вискарь. Да, к слову, о том, что, ну, есть мнение, что в Советском Союзе все бухали водку, коньяк и портвейн. Нет, был и виски. Стоил он 4,20. То есть, ну, столько же, сколько и русская водка. Русская водка стоила 4,30. Тут 4,20. Виски 73. Вероятнее всего, это год. Глав Спирт Пром. Крепость 40 градусов. 4,20. А, кстати, вот еще интересный момент. По крепости тут 40. Вот этот коньяк, который самый дорогой пока напиток на нашем столе. 41 градус. Обратите внимание. 41 градус. И знак качества. Так, едем дальше. Еще один коньячок. Коньячок под шашлычок. Вкусно очень. Это, кстати, еще дороже. 10 рублей 52. То есть, посчитаем. Хотя, что считать. Ну, ладно. 10. 52. 12 умножить на 125 равно 1300. 1300 на нынешние деньги стоил вот такой коньяк азербайджанский. Изготовлен пятилетней выдержки. Московский. Опять винозавод. Московский. 42 градуса. 42 градуса этот коньяк. Да. И стоил 10 рублей. Это очень дорогой алкоголь. Я так понимаю, что для Советского Союза это дорогой алкоголь. Друзья, кто пил? Откликнитесь. Богачи. Классика, друзья. Южная ночь. Кубань вино. Винишко. Мне кажется, вот что-то подобное. Даже я пил. Когда-то на излете 90-х. Еще такое мы могли встречать. Так. Стоило. Это тоже 70-й год. Гост. Емкость 0,7. Крепость 16%. А сколько стоило? Почему нет цены? Почему нет цены? Ну, тут какой-то штампик, но нечитаемый. Так. Тут тоже что-то написано. Тоже нечитаемый. Друзья, вот вопрос. Сколько стоила Южная ночь? Я думаю, многие пили. Так. Ну, и раз мы начали винишко. Винишко мы закончим. Яблочное вино. Вот такое точно пил я. Это было на практике. Нас возили на яблоки. И там вот это крепленое плодово-ягодное. Оно называлось крепленое. Из-за цены. Вот. Руб 70. Руб 45. Но надо понимать, что я его пил уже там в начале нулевых. Мы называли это плодово-выгодное. Потому что оно стоило какие-то вообще копейки. Но понятное дело, что мы собирали яблоки. И там же недалеко его делали. Вот такое плодово-выгодное вино. 0,7. Воронежский винокабинант. Тоже где-то здесь недалеко от меня сделано. Так. Тут есть дата. 18.74. А дальше нечитаемо. В общем, такая вот история, друзья. Вот. Вот такую коллекцию я обнаружил. Если понравилось, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что из этого вы пили. Может быть, в вашей местности были другие цены на алкоголь. Я не знаю. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что было интересно, увлекательно и познавательно. Пока-пока.